Всем привет! С вами снова я, Илья. И сегодня мы будем тестировать наш запрос на бой. То есть я набросал небольшой такой чек-лист, чего мы будем делать. Ну, по сути, мы будем делать Exploratory, но основываться на каждом из этих пунктов. То есть первое мы протестируем, что можно выбрать тип боя, что-то влияет на что-то. Также размер команды, отмена запроса, запрос и disconnect, потом reconnect, потом запросы, закрытие программы, открытие, запрос закрытия, сервер ушел в даун, мы открываем, ну и поднимаем сервер, и запрос закрытия, в этот момент мы входим в бой, ну, сервер нас нашел с кем-то, сматчил, да, и мы открываем, как бы, нашу игру опять. Вот, так что давайте будем, собственно говоря, пробовать. Первое это тип боя. Запускаем сервер. Наверное, хотя ладно. У нас у меня есть два игрока. Я не помню, есть ли у них какие-то... Посмотрим. Все нормально. Вот, у меня есть, пожалуйста, каменюшечка, я могу войти в файт, так сказать. Вот, и теперь, чтобы проверить тип боя, что он на что-то влияет, как это можно узнать? То есть, ну, во-первых, нужно сматчить игроков с одинаковым типом. Значит, нам нужно два игрока, find match. Ну, здесь я вывожу дебаг информацию, по сути, это айдишник боя, да. Просто пришло сообщение, что у вас есть ожидание боя. Так, давайте мы второго присоединим. Как раз вовремя чувак забежал. Он как бы уже в бою, но мы пока... Пока это не работает, поэтому это не сильно важно. Вот, и вот у этого кулачный бой, и этот кулачный бой мы заходим. Оба начали бой, как бы, да. То есть, мы хотели, вот, соус это один человек, один на один, то есть бой зашел. Хорошо. Теперь, может быть, он всегда в кулач на нас бросает, или вообще это не имеет значения. Поэтому давайте мы сначала повыходим. Мы начали бой, да, нормально. Вот, и мы заходим обратно. Мы зашли уже, да, все нормально. Fight. И еще раз fight. Есть. Теперь мы один из них захочет с оружием. Find match. Вот у него 6, а, 0-6. А этот захочет кулачный бой, да. Мы заходим, и у них разные бои. Потому что у них разный тип боя, да. Хотя у обоих нужно по одному человеку, чтобы зайти. Ну, так и зашибись. Теперь мы делаем cancel здесь, cancel здесь. Закрыли fight форму. Закрыли fight форму. И у них... А, конечно, все равно остается fight. Вот, хорошо. То есть, мы будем считать, что вот это дело... Где оно там? Тип боя мы проверили. Ну, более или менее. Теперь размер команды. Мы пробовали на 1-1. Мы уже попробовали, как, так сказать, by the way прошлись. Ну, теперь давайте попробуем... Возьмем другого игрока. 2 на 2 возьмем, да. Создадим нового. Есть. Так, мы хотим в бой, который будет, пускай, с оружием. И у нас будет 2 на 2. Хочу такой бой. Вот у меня бой 129, дф, бла-бла-бла. Второй игрок говорит, хочу с оружием 2 на 2. То есть, по сути, они должны быть в одном бою. И у нас один и тот же бой, как минимум, айдишник указывается, да. Но мы ждем, потому что у нас должно быть 2 на 2. Вот. Давайте еще бойцов докинем. Какого-нибудь... О, коннект, что надо сделать. Есть. Он говорит, я тоже хочу с оружием и тоже вдвоем. Тот же самый бой. Удивительно. Но факт. И ТТТ-шку возьмем. По-моему, так. Да. Ага. Ну и последний, так сказать, вдруг решил приконнектиться. Опа. И они все начали бой. Зашибись. То есть, теоретически, сейчас отменить бой как бы нельзя. Ну, то есть, вы уже в бою, и там кнопочки отмены не будет. Ну, мы на всякий случай... Ну, оно пишет cancelled. Все падает. И этого быть не должно. Этого быть не должно. Он cancelled матч. Бла-бла-бла. Окей. Это интересный баг, который нужно будет инвестигировать. И мы напишем так. Cancel when you fight. И что у нас происходит? Civing key. Что это такое? Это получается ситуация, как бы, по идее, нереальная из UI. Но если мы там подкрутим что-нибудь, зайдем и так сделаем. По идее, у нас упадет матчмейкер. Что есть совсем нехорошо, потому что он у нас не персистент. То есть, он не сохраняет свой стейт. И весь матчмейкер перезагрузится. То есть, можно делать как у сервера. Когда у нас все бои, которые ждут, они как бы... Ну, их надо будет начинать заново. Вот. И юзер об этом даже, по-моему, не узнает. Ну, пока не отменит бой. Так. Хорошо. Есть. То есть, мы как бы... Сейчас нужно все позакрывать. И сервер, кстати, тоже. И сервер тут даже. Есть. То есть, мы посмотрели размер команды. Ну, как минимум, 1 на 1 и 2 на 2. По-хорошему, можно пройти все варианты. И мы их когда-нибудь пройдем, но не сегодня. Отмену запроса мы, кстати, тоже уже посмотрели. Но можем на ней остановиться на всякий случай более подробно. То есть... Да, как мы можем это проверить? Допустим, мы возьмем 2 на 2. Потом зайдем, допустим, двумя игроками. Одним выйдем. И зайдем еще тремя. То есть, должно быть... Тот, который вышел, должен посчитаться, что он вышел. И нужно еще 3. Или даже лучше 1 на 1 будет проще. Получается, 1 зашел. Потом выше. Не, лучше 2 на 2. Давайте. 2 на 2. Да, придется опять делать много игроков. Ну, как бы заходить ими. Ну, что сделаешь? Делаешь. Лобби. Есть. Так. Клайнт. Какой-нибудь. Блин. Постоянно забываешь, что... Ну, давай в пайп сразу зайдем. Поменьше формы будут. Так. Теперь у нас мы берем 2 на 2. И кулачный бой. Да. Заходим одним. Заходим другим. Тот же самый бой. Все зашибись. Ну, вот. Потом один выходит. Ему говорит, что cancelled. Этот ждет. Он вообще выходит. Это у нас был. ААА вышел. Потерялся где-то. Ну, бывает. Файт. Мы говорим, хотим. Там 2 на 2 должно быть, да. Файт матч. У нас, получается, по идее, должно быть 2. Потому что один вышел, как бы, до этого. Он был там, но вышел. Нужно было удалиться. То есть 2 и нужно еще 2. Ну, да. Вот такое вот оно тестирование. То есть, если можете... Блин. Автоматизировать. Что-то такое. Да, оно лучше. Первый раз все-таки делать ручную. Есть. Давайте мы третьего игрока. Вот сейчас, если мы зайдем. Не зашли в бой. А означает, что тот игрок все-таки был удален. Давайте посмотрим, что нужно всего одного еще. Чтоб там не началось такое, что нам нужно еще 15. Знаем наших программистов. Они классные пацаны, но... Лучше перепроверить. Да, бой начался. И как бы зашибись. Хорошо. Так. Канцел больше делать не будем пока что. Потому что мы уже наделали канцелов. Так. Есть. Будем считать, что запрос на бой. Отмена более-менее работает. Теперь мы делаем запрос. Дисконнект. И потом reconnect. Окей. Так. Все вышли. Client. Давайте мы какого-нибудь... Ну, дидидиди сделаем. И так, fight. Мы зашли в бой. Потом мы закрыли эту штуку. И сделали паузу. То есть мы дисконнектнулись. disconnect reconnect бум ей она это именно учитывая название это у нас чисто клиентская штука между это в unity как бы не будет связано с открытием закрытием форму конечно нам это и не нужно мы ее запишем сюда тоже второе это у нас чё было реконект реконект файт самое важное здесь это вот эта часть box disposed можем continue и у нас должен быть pending fight здесь да то есть мы вышли зашли в бой вышли зашли мы должны быть в pending fight и я чё то его не вижу здесь возможно это связанные штуки а возможно нет ну вот выше который поэтому пишем что дисконект реконект на упаде есть тут у нас получается заблокированная штука вот это запрос дисконект реконект так давайте попробуем закрыть открыть не знаю поменяется ли что что-нибудь теоретически может сервер оставим пока так connect какую-нибудь и чичи чип 1 2 3 3 quick user fight find match и он старт с предыдущим чуваком надо было сервер тоже убить наверно lock а, и логгит, надо вообще закрыть закрыли есть, fight find match, какой-то 8b0 закрыли, все закрыли нафиг или за перезаходим ну как минимум когда мы все закрыли заработал то есть скорее всего там проблема в клиенте когда мы реконект дисконект именно потому что форму то что он диспоузит объекты всякие душем скрываем одну форму другую пересоздаем там открываем опять может быть но нужно проинвестигировать но как минимум когда мы закрыли зашли у нас бой наш пендинг есть и вы давайте посмотрим можем ли мы продолжить собственно потому что он показывает чего не факт что это как бы все работает знаем все это дело так это у нас один на один да я не оба начали то есть он закрыл закрыл все еще в пендинг бой и кто-то присоединился они начали бой окей не вопрос на крыте открытие работы здесь у нас проблемка идет еще за проблемкой теперь сервер убиваем и открываем да давайте посмотрим сервер к этому убиваем у нас получается убирают все бои поэтому чем мы делаем сейчас мы делаем connect зизи зизи это чистоты эксперимента создаю новых братанов хотя надо будет со старыми тоже сделать тесты есть то есть мы делаем find match 8794 муки теперь нам надо закрыть это дело закрыть сервер стартануть сервер клиента 1 2 3 вот и он говорит вы вот в таком бою такого боя уже не существует и мы можем ждать вечно то есть мы можем по идее отменить его consult дальше мы допустим find match 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 допустим у нас зашел новый игрок есть и тоже в бой и они оба начали то есть мы тот отменить вопрос только в том еще здесь момент что я не знаю чтобы и умерли то есть я мог закрыть все форму уйти домой не знаю потом вернуться открыть а я еще как бы ожидаю бой ну подождем да а боя такого не существует и он не может начаться надо записать что нужно какая-то нотификация шуму этот бой уже того notification или когда мы заходим возможно мы должны проверить если у нас есть пендинг файт мы должны проверить существует ли он еще на сервере если нет тогда просто все сбрасывать кстати вариант не нотифицировать автоматически reset ending fight как то так хорошо все закрываем для чистоты эксперимента так середа теперь закрытие вход в бой открытие а то есть нас надо делать так мы открываем сервак ну давай еще отвались и интернет что-то сработало так все закрываем открываем ты где 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 коннект заходим каким-нибудь опять же новым игроком кстати надо будет такие вещи проделать одним и тем же игроком чтобы не сбрасывали состояние смотреть но это надо чуть позже когда будет готов бой потом сейчас бой не готов мне приходит допустим смена состояния я в бою но реально это ничего не значит то есть как бы там ничего не создается на сервере поэтому она может создавать какие-то странные эффекты которые в принципе не баги и мы будем только отвлекать сами себя если будем лишь инвестигировать когда бой будет готов вот тогда их нужно будет все выгрести найти так сказать и уничтожить хорошо так у нас теперь нужно зайти в бой 20с закрыть клиент потом заходит другой клиент допустим ммм заходит find match у него бой начался и у того который у нас вышел у него тоже бой начался да теперь надо зайти первым который был ннн и посмотреть что у него говорит что бой начался он говорит in fight ну да то есть он по сути in fight но как бы нету формы которые показать что я в бою то есть это просто здесь показывается да то есть ну по сути вроде бы как единственное что не понятно в каком бою он находится но это чуть позже такая уже интеграция с самим боем то есть как бы недозавершенная ну как бы фича завершенная в плане того что матчмейкинг как-то работает вопрос в том что когда fight начинается вот этот момент он будет перепроверять еще раз хорошо то есть когда будет готов бой уже в связке с матчмейкингом и со стороны она будет написать более подробный чек-лист наверное или уже даже сделать диаграммку посмотрим для разнообразия сделать чек-лист где мы будем смотреть что матчмейкин проходит да с одним и тем же игроком заходим в бой вот мы ему там настреляли немножко возможно и потом заходим смотрим что у него там все обновилось все нормально он видит что происходит как бы да вон там в середине боя но как бы хотя бы может продолжить что такое ну вот как то так мы нашли несколько дефектов которые да могут связаны быть с самой тестовой программой одну некоторые точно связаны с тест тестовой программы некоторые скорее всего баги особенно 1 ну вот хотя и баг очень редкий то есть это надо постараться что так сделать так произошло но это если это возможно сделать то лучше от этого защититься так сказать и 1 автоматический reset pending фай это у нас как бы дополнительная фича который предложил тестировщик мы подумали сказали таки да не доработка надо бы ее доделать это результат как бы наши работы и следующее опять же с небольшим перерывом потому что командировки пока доделаю следующую фичу бой там еще нужно под гейм-дизайне немножко так что занимаюсь гейм-дизайном тоже активно изучают ну так что до новых встреч немножко позже stay tuned